Я в прошлый раз рассказывал уже про программирование, чем отличается язык высокого уровня программирования от языка низкого уровня. И вот то, что мне часто не нравится в языке высокого уровня, то что невозможно знать, что происходит внутри, естественно. И происходит такое не часто, но случается, что результаты работы, они не соответствуют ожиданиям. И очень сложно понять, откуда вообще куша растут, так сказать. Вот у меня, например, достаточно большой проект. Почти 10 тысяч строк кода. И, собственно, есть вот такая функция. Функция write. Вот она, write, которая записывает в какую-то ячейку таблицы какое-то слово. Слово, собственно, вот оно здесь у меня. У нас файл name, это имя файла. Собственно, файл таблицы. И вот здесь вот write string, это, собственно, слово, массив, которое записывается в ячейку. Вот. И понадобилось мне доработать эту программу с тем, чтобы она не просто вписывала в какую-то ячейку под нужным номером это слово, а в том, чтобы она находила ячейку в соответствии с порядком алфавитов. Собственно, вот в слове же есть буквы. Ну и, собственно, нужно найти сначала первую букву, куда ее вставить, вот в какое место в этой таблице. Потом вторую букву, если есть несколько таких букв, как первая и так далее. То есть найти вот точное место, куда вот это слово в алфавитном порядке хорошо встанет. И, в принципе, функция простая. То есть там цикл, просто сравнение первой буквы, второй, третьей и так далее. Пока, собственно, не найдется это место. Но у меня программа начала зависать, неожиданно. И я три дня промучился и пытался определить, почему она зависает. Как обычно эти танцы с бубнами, то есть я просто взял, скопировал свою функцию в отдельную и начал из нее куски, собственно, удалять для того, чтобы сузить, собственно, круг подозреваемых, так сказать. И в итоге, в итоге, в итоге, к чему все пришло? А пришло все вот к чему. Вот я сейчас прям покажу. Вот. Мы пришли вот к этому кусочку. Вот он, кусочек. И вот в таком виде, как оно сейчас, программа зависает. Если я удаляю вот эту вот строчку, то программа не зависает, она работает. При этом вот эта надпись, она всегда показывает... А, собственно, что я... Я сейчас покажу, что она показывает, что далеко ходить. Вот я переключусь на второй компьютер. Открою вот эту штучку. Вот, что она показывает. Она всегда показывает ноль. Вот здесь вот у нас программа не зависла. И она показывает ноль. Потому что у меня данные все выводятся в Telegram. А вот здесь программа... Так, секунду. Здесь она тоже не зависла. И тоже ноль. В общем, а там, где программа зависает, она вообще здесь ничего не показывает. Здесь просто вот она зависает и дальше не идет. Вот. Теперь... Теперь, после чего программа перестала зависать, ну, во-первых, я здесь вот разберу это, чтобы было понятно, да. В принципе, вот при таком сценарии то, что находится в скобках, вообще никогда не должно выполняться. Потому что переменной Колумбан я задаю значение ноль. А сравнение идет, если Колумбан равняется вот FFFF. Колумбан это интеджер, то есть это... Извиняюсь, не интеджер, а... Ну да, интеджер. 16 бит. То есть FF это было бы 8 бит, FFF это 16 бит. Вот. Это, соответственно, 65535. 5, 5. Вот. 16-ти вечное значение. Вот так выглядит. И, собственно, вот при таком развитии событий то, что находится в скобках, вообще никогда не должно реализовываться. И, собственно, так и происходит. У меня вот эта вот надпись BOOM, это надпись, которая должна была выводиться в окно Телеграма, она никогда не выводится туда. То есть, в принципе, ее никогда нет, и вот то, что здесь, она никогда не выполняется. Но при этом, если я вот эту строчку удаляю, или если я здесь вот напишу два слэша, то есть, чтобы она не включалась в программу, вот такие два слэша, то программа не зависает, она идет дальше и, собственно, продолжается. Но если я вот эту строчку оставляю, то она зависает. И при этом, собственно, в значении вот это не меняется на true, true это единичка, а всегда становится вот здесь вот, остается ноликом, как она была до этого. Вот. И когда, собственно, перестало все это зависать при любом развитии событий, это тогда, когда я переменную column, а это у меня глобальная переменная, сделал не volatile, а обычный, что такое volatile. Сейчас я все это делаю. Подниму вверх, вот, и где у меня здесь определение, вот они, определение. И переменная column, собственно, где у меня column, вот column, вот он. Он у меня обозначен как volatile unsigned int, integer. То есть, если я вот это вот volatile убираю, тогда все перестает зависать и работает. Вот. Ну, я покажу для того, чтобы все-таки как-то, как-то не пустословно это все было. Сейчас я оставил так есть. Так. Вот я, собственно, подключаю. Я даже не знаю, как ни одной рукой-то, или не прервать видео, тогда будет чистота эксперимента будет не соблюдена. Так. Сейчас идет прошивание. Прошито. Вот. Значит, я включаю это дело. Включаю Telegram. Так. Отчищу чат. Вот. Вот Telegram. Значит, в Telegram я посылаю что-нибудь. Получаю ответ. Сейчас придет. Пришел. Сейчас что-нибудь отсылаю в ответ. И вот. Раз. Оп. Зависло. Так. Почему зависло? Потому что вот здесь вот перестало моргать светодиоды. Показать еще раз. Показываю еще раз. Включаю. Сидет моргает. Он по прерыванию у меня моргает. Он показывает, что устройство работает постоянно. Так. Вот. Это то, что мы получили здесь. То есть вот этот вот. Значение 0. Так. Вот. Еще раз. Я набираю что-нибудь. Трак. Сейчас мне придет ответ. Пришел. Так. Здесь у нас моргает. Теперь я сюда что-нибудь набираю. Показываю вот это. Послать. Оп. Зависло. Так. Вот. Все. Зависло. Сейчас я переключаюсь обратно на программирование. Вот. И вот здесь вот. Вот здесь. А вот это вот. Где у нас тут. Нет. Не здесь. Здесь. Вот. Колумен. Я убираю вот эту вот штучку. Волотил. Трак. И опять втыкаю вот это сюда. Так. Нажимаю запрограммировать. Держу. Процесс пошел. Процесс закончен. Переключаю опять на телеграмм. Так. Вот наш телеграмм. Я специально очищаю чат. Чистить. Вот. Работает. Так. Для чистоты эксперимента. Перезапущу. Моргает. Так. Вот она. Программа работает. Теперь. Чего-нибудь посылаю. Жду ответа. Ответ пришел. И чего-нибудь посылаю еще раз. Опять же. Показываю сюда. Раз. Послал. Раз. Не зависло. Нет. Не зависло. Работает. Вот. Пожалуйста. Что мы видим здесь. Мы видим здесь тот же самый ноль. И вот здесь вот приходит у нас. Ну собственно вот программа работает. Она выдает вот это вот. Все. Не зависло. Вот. При том что. Так. Переключимся обратно. При том что вот эта вот штучка volatile должна значать не что иное как директива компилятору о том что переменная не должна быть изменена в процессе компиляции. То есть там много есть директив всяких вот в компиляторах. В частности в компиляторе C. Всякие там inline и static. Много разного. Ну и в частности volatile она в принципе не должна изменить. А наоборот она изменить. Не должна повредить ничего. Ухудшить. А наоборот она как бы защищает вот эти переменные от изменений в процессе работы программы. Как бы. Ну вот. Вот в моем случае. Она ничего не защищает. Она просто мне три дня головной боли скажем так создала. Вот. И поэтому я сейчас вместо того чтобы пытаться это победить я просто-напросто отменю ну в общем-то вот эту колумбу например перенесу в локальную переменную и буду передавать ее по параметру в эту функцию. Вместо того чтобы как бы вот ее иметь глобальной и использовать ее только один раз обозначив в программе. И каждый раз не передавая ее функцию просто мне так казалось она более удобна более компактна ну в общем-то более логична. Но из-за вот этих всяких нехороших вещей которые случаются приходится искать какие-то решения и в общем такие дела. Вот этим мне не нравятся языки высокого уровня. И вообще когда в жизни не все работает по установленным правилам и в общем-то вот это конечно это конечно неприятно. Но надо на этом учиться и как-то это обходить с минимальными последствиями, с минимальными затратами для себя. Вот такой пример. Продолжение следует...